Будем рассказывать и вытаивать удивительный опыт, которым обладают наши коллеги, с тем, чтобы нашим участникам, потенциальным участникам конкурса, решиться, наконец, и принять участие в этом конкурсе, а кому-то, может быть, сразу минуя конкурс, отправиться в длительное путешествие под названием «Предпринимательство». Да, у меня опыт необычный, у меня всегда, в жизни всегда все необычно, и можно сказать, это была даже история неуспеха. Я думал, это просто пустой затеей. Этот продукт очень понравился. Когда ты идешь своим путем, ты сам становишься счастливее, и около тебя становятся счастливые люди. Мы вас поздравляем, вы стали победителем. Меня зовут Михаил Нестеренко, я Симолнинский автономный округ, город Ноябрьск, мне 30 лет. Меня зовут Екатерина Геннадьевна, я представляю город Сергеев-Пасад и город Ногинск. Добрый день, меня зовут Татьяна, мы представляем часть территории Турской области, то есть пока еще не всю территорию. Меня зовут Буэнто, мы работаем в городе Томск. Меня зовут Александр, представляю регион Псков и Псковская область. Однажды мне пришло осознание, что я хочу собственное дело. Поделился с супругой, она тоже поддержала меня так же. Мой декретный отпуск подходил к концу, и я в найм выходить не хотела, то есть я искала то, чем бы мне хотелось заниматься, то, что бы приносило радость. И, соответственно, поняла, что это то, что мне нужно. Конкурс – это вот некая возможность для тех, у кого отсутствуют деньги, да, или они, допустим, не хотят брать кредит. Отсутствует знание. Но они горят, да. И здесь есть вся база, как работать, как работать с продуктом, как строить бизнес. Тем более здесь очень хорошая поддержка в плане сопровождения. Поэтому я думаю, что здесь полностью от начала до конца вот сам конкурс и сама франшиза закрывают вопрос. То есть даже для начинающих можно все узнать. Можно все узнать и стать действующим предпринимателем. Для победителя конкурса предоставляется право работы на территории и даже предоставляется оборудование. Конкурс позволяет закрыть большую часть инвестиций. И он дает не денежные инвестиции именно деньгами, а он именно предоставляет территорию и дает оборудование. То есть человек уже непосредственно получает готовый бизнес. Все, что ему остается. То есть здесь можно работать даже без сотрудников, можно самостоятельно участвовать. Например, если какая-то маленькая территория может быть. Потому что это тоже подходит даже для маленьких территорий, для сельских. Если ты где-то чего-то не знаешь, тебе помогут. Поэтому я себя ощущала в надежности, знаете, как в надежных руках. Знаете, как на ладони у Бога. Это невероятное ощущение. Тем более, когда ты понимаешь, что ты сам стал хозяином своей жизни и теперь можешь ей управлять. А когда до этого я не управляла и не умела. Соответственно, меня научило это очень многому. Но лично мне он дал возможность расширить свою территорию, не вкладывая своих личных средств. Самое важное, я думаю, когда не ты создаешь бизнес, но когда он резонирует тебе по миссии, по идеологии, так скажем. Это развитие детей. Я считаю, это очень важно. Дети – это наше будущее. И необходимо этому придавать значение. Много времени, скажем, этому посвящать, для того, чтобы впоследствии дети стали, скажем, развитыми и могли управлять страной как следует. У нас двое детей, притом разного возраста. Подростковый возраст, детсадовский возраст. Мы примерно понимали, что творится в садах, что творится в школе, какие у них предложения есть, кто приходит к ним, что у них показывают. И вот такого нам еще никто не предлагал. Поэтому решили, что было бы неплохо, если в нашем Томске появится вот такой продукт, и все родители будут довольны. Изучила сайт компании «Альтаирика», влюбилась просто в эту компанию, в идею этой компании. И поняла, что это то, чем я хочу заниматься. Такие сложности, но в целом, как и везде, все новое бывает просто неизвестно. Мне необходимо идти в новое, узнавать, читать. Как я уже говорил, если есть желание, то вообще любую трудность, любую задачу можно решить. Много лет работали инженерами оба. И я почему-то хотел в сфере детского развлечения или образования, начал смотреть франшизы, потому что у франшиз риска меньше прогореть в первый год. Сюда можно прийти абсолютно из любой сферы. И если ты хочешь, если ты чувствуешь, что тебе это нужно, то всегда всем рады. То есть, в принципе, сложно, вот там ничего нет. Понятно. А до этого у вас было предпринимательское день? Нет. Мне понравилось, что в плане франшизы у нас будет эксклюзивность территории. Плюс еще очень хорошее сопровождение, что, конечно, тоже нам на самом деле очень хорошо помогло на всем нашем пути, особенно без опыта. Была отдельная техническая поддержка, была отдельная поддержка по продажам, обмен опытом, различные какие-то семинары для повышения квалификации своей. Очень хорошо помогает. Если, допустим, у нас 2000 показов и средний чек, например, 400 рублей за билет, то, соответственно, это 800 тысяч у нас доход составляет. Ну, минус там роялти, минус зарплата сотрудникам, налоги и так далее. Ну, вот, я думаю, в 300 тысяч можно выйти... Ежемесячно. Да, частью прибыли. Я тоже стал понимать, что тоже хочу быть частью компании. Это внутренний рост, внутреннее расширение себя привело к тому, что я знаю, что теперь хочу, и что теперь моя команда поможет мне выйти на другой уровень и достичь своих целей.